Всем привет! Сегодня я буду вам показывать и рассказывать про очень интересный и, надеюсь, вкусный рецепт, потому что именно сегодня я хочу его немножко разнообразить. И обратите внимание, какого цвета мои продукты. Какого? Правильно, зеленого. А это значит, что сегодня вторник, а завтра среда, день Меркурия, зеленый день с Малаховой, танцуем и поем песенку, едим огромное количество продуктов зеленого цвета. Реальных очень много. После эфира мне бы, конечно, было бы интересно узнать, кто поддерживает эту мою концепцию здорового питания, потому что, если вы не знаете, я даже премию получила национального за вклад в питание и оздоровление населения. Не верите? Сейчас покажу. У нас сегодня же такой домашний эфир, вы практически у меня в гостях. Вот у меня Ронечка здесь лежит, спит, мой сладкий мальчик. Так, Ронечка я обещала показать награду. Вот. Так что, если вы думаете, если вы думаете, что зеленый день – это просто погрызть огурчик, абсолютно вы не правы. Это прям такая серьезная концепция. И прошу вас заценить, а потом, когда я оставлю запись, поддержать меня огоньками, посмотрите и скажите, я вернулась в свою стройную форму или нет? Чего у меня там с личиком? Вы же знаете мою страшную историю. Если не знаете, то я вам честно про нее расскажу. Я в сентябре месяце поправилась на 6 килограмм. 6 килограмм. А с учетом того, что моя фигура типа груши. Кстати, кто в моем худом молодости, я очень интересно рассказывала про психосоматику и увеличение объемов именно по типу телосложения. Груша или яблоко. И кто слышал, но все сказали прям в точечку. Короче говоря, у меня очень сильно поправляется даже не больше верхняя часть. Ладно бы все в грудь уходило. А нижняя часть? Это живот. У меня здесь есть еще кестра, у меня очень хороший шрам. И это бедра. И прям реально тяжело. И я устроила челлендж на джинсы. Надеюсь, что вы следили, пока мне было не лень это все выкладываю. Значит, челлендж на джинсы. Все очень просто. У меня есть джинсы, я не смогла в них влезть. Честно сфотографировала вот эти жиры, которые у меня были. Как я застегивала эти джинсы. Потом прошла неделя. Что я делала во время этой недели. И как я изменила свое представление о теле. И вообще, какие свои практики я делала. Обо всем я, в принципе, рассказывала в Инстаграм. Потом не стала лень, если честно. И сейчас у меня уже третья неделя. Пошла третья неделя. Представляете, это я начала 6 января. Этот челлендж. У меня минус 3,5 килограмма. Да, я делала голодание и кадыши. Да, я пила касторку, чтобы очистить ворсинки тонкого кишечника. Да, я делала кофейную клизму для того, чтобы почистить желчный пузырь в том числе. Да, я убрала из своего рациона полностью алкоголь. Потому что до этого подсиживала на нем конкретно каждый вечер. Я же была в командировках. И, в общем-то, у меня ушло 3,5 килограмма. И сейчас, ну, этот, наверное, эффект, он продолжается. Так, надеюсь, потом вы меня порадуете и скажете... Ну, правда, у меня такое платье. Кстати, вот, люблю это платье и хожу дома. Здесь можно ходить без белья. Но про то, что без белья, мы как-нибудь с вами поговорим отдельно. Ладно? В общем-то, в любом случае, аэрация прекрасная. Чувствуя себя хорошо. Грудные мышцы качаются, потому что есть определенное движение. И вроде бы ничего не видно. И чувствую себя уверенно. И, надеюсь, меня смотрят одни женщины. А если меня смотрят мужчины, то отлично. Я очень рада. Итак, переходим. Есть у меня волшебный рецепт. Он действительно волшебный, потому что он работает глубоко и качественно с нашими клетками. Этот рецепт идеально делает в зеленый день. То есть, по среднам вы купили эти продукты и начинаете готовить. Можете есть хоть каждый день. Если вы нутрициолог, берите себе на вооружение. Итак, для данного салата, которое можно будет сделать в двух вариантах. Вариант обычный, как салат. Он будет как салат с щеткой. Но это не та щетка, которая вы знаете, морковь и капуста. И можно сделать салат более сытный. Чтобы там присутствовали белки, жиры и углеводы. То есть, полностью сбалансированные. И используются продукты только зеленого цвета. Сейчас я вам расскажу про те продукты, которые я использую. И буду использовать. Так, не все досталось. Сейчас я буду как раз при вас и доставать. У нас же такой эфир, да? Очень живой. Смотрите. Продукты зеленого цвета. Итак, первое. Зеленое яблоко. Я вообще рекомендую вам, если у вас стоит проблема с зателками. Если стоит проблема с весом. Если стоит проблема с запорами и запуском кишечника. Пожалуйста, подружитесь с зелеными яблоками. Их можно есть в качестве живой каши утром натоща. После того, как вы сделали свои практики. А свои утренние фишки я показывала. В телеграмм посмотрите выше. Значит, что вы можете делать. Это вы добавляете это в блендер. И у вас получается такое как яблочное пюре. Добавить туда немного воды, теплой финики. И можно орешки. И едите эту пюрешку замечательно. Если вас зимой сильно морозит. Если вы постоянно чувствуете ощущение холода. И при этом отекаете. И при этом есть целлюлит. Тогда это слабость резенки. И вы яблоки едите зеленые только в теплом виде. То есть вы запекаете и делаете такой как бы... Ну, и пушите пектин. Либо вы тушите, например, с тем же самым эфирным маслом OnGuard. Который есть в вашей домашней аптечке. Эфирное масло нужно будет обязательно использовать. В общем-то зеленое яблоко нам очень поможет. В плане того, что будет работать, как источник пектина, будет работать на питание для наших бактерий дружественных. Для восстановления микробиома кишечника. И для перистатики кишечника. У кого повышенная кислотность, у кого проблемы с сырыми яблоками, пожалуйста, запекайте и вы будете продолжать получать пользу. Итак, зеленое яблоко есть. Это клетчатка. Второе. Сельдерей. Обратите внимание, у меня все продукты я их всегда замачиваю. Всегда замачиваю с одной капелькой эфирного масла лимона. Причин много. Всегда таким образом очищаю. Могу добавить соду и лимон. Иногда просто лимон. Смотрите, я на самом деле все сначала промыла. Но хочу вам показать, хочу вам показать все равно, какая грязная вода. То есть в любом случае овощи, фрукты, их всегда обрабатывают. И на них много что живет. Вот. У меня в салате будет основа, это сельдерей. Сельдерей это источник витамина К, который поможет вашему витамину Д лучше усваиваться. Это то, что помогает нашим сосудам. Это то, что принимает участие в метаболизме и усвоении прогормона витамина Д, который мы знаем как прогормон витамин Д. И витамин Д зимой вы пьете 100%. Вот прям обязательно. 10 тысяч международных единиц лишнего не будет, даже если вы меня смотрите с Бали или с Таиланом. Итак, сельдерей это еще у нас минеральные соли. Это то, что ощелачивает наш организм. Это то, что дает воду в каждую клеточку нашего тела. Это те соли, которые необходимы нам для правильного кислотно-щелачного баланса во всех отделах нашего организма. И это еще электролит. Ну, посмотрите, что такое электролит. Короче, сельдерей сюда относится. Если вы являетесь приверженцами Энтони Уильяма и его теории, и его практики о соке сельдерея, про которую, если вы на меня давно подписаны, еще в 2016 году, когда я поехала первый раз в Америку, там познакомилась с его книгами и с его трудами, то я вам начинала рассказывать про сок сельдерей. И очень рада, что за последние три года это прям целый бум и все пьют сок сельдерей. А я уже не пью. Для меня я тоже вроде на этап, но в любом случае вещь классная. В общем-то, все хорошо. Так, значит, зеленое яблоко, сок сельдерей, стебли обязательно вымачиваем, обязательно. Огурцы обязательно вымачиваем. Уж огурцы вы точно можете себе купить. Не можете, ничего страшного. Тоже электролиты, тоже минеральные соли, тоже увлажняет наш организм, увлажняет наш мозг. Особенно, если вы чувствуете обезвоживание, вот эти организмы, обезвоживание и сухость всего, снаружи и внутри, то эти продукты у вас должны быть обязательно. Кстати, вы знаете, что свежевыжатый сок огурца снижает температуру. Если у вас, либо у вашего ребенка температура, подождите бежать за постамолом. Ну, подождите. Во-первых, температура – это защитная реакция организма. Таким образом он сжигает вирусы и бактерии. В общем-то, пейте свежевыжатый сок огурца. Так, потом, лично моя фишка, лично моя фишка. Я обожаю кинзу. Кинза выводит тяжелые металлы. Кинза очищает печень. И кинза присутствует практически у меня везде в моем рационе. Не нравится кинза – окей, вы этот салат не добавляете. В общем-то, ничего страшного. Здесь есть, что еще добавить. Я люблю руку. Кстати, милые мои, вот давно я не проводила для вас прямых эфиров с полезностями. Вот сейчас провожу и понимаю, что мне это доставляет удовольствие. А то как-то я ушла в чьи-то болячки. Индивидуальных людей. А с вами давно не болтала. Короче, если вам нужно, чтобы у вас была здоровая щитовидка, ешьте рукколу. Если у вас есть проблемы со стулом, ешьте рукколу. Руккола – это природные горечи. Это то, что устанавливает щитовидку при любом ее состоянии. Даже при аутоиммунном тереодите. То есть, здоровье щитовидки живет в рукколе. Ее идеально. У меня даже мама начала ее выращивать на даче. Ну, в общем-то, слава богу, что можно ее купить в течение круглого года. По крайней мере, добавляйте, пожалуйста, рукколу во всю свою пищу и будете здоровы. Так, значит, смотрите, у меня есть клетчатка, у меня есть жиры в виде авокадо. В последнее время я люблю вот такой зеленый авокадо, не хас, а просто зеленый авокадо, потому что это источник жиров. Также к жирам у нас будет относиться сыродавленное масло. У меня хорошее итальянское, все-таки не зря я была в Апулии, оливковое масло такое очень терпкое. Это тоже источник жиров. Значит, жиры нам необходимы для того, чтобы выделялась желчь. Желчь усваивает эти жиры. И у нас нет дефицита вот этого липидного слоя и строительного материала для наших крепких клеточек. Мы сразу будем с вами молодыми на клеточном уровне. Так, значит, углеводы есть, жиры есть. И вы спросите, Оля, где белки? Оля, где белки? Мы что тебе, коза, чтобы одну зелень есть? Я вам сейчас покажу, где белки. Белки могут быть, все-таки у нас зеленый день, да? Белки могут быть. Тыквенные семечки. Пожалуйста, заодно и погоните своих паразитов. Кстати, паразиты не любят горечи. И поэтому к этому они будут относиться с осторожностью. Паразиты не любят сельдерей. И все, что с ним связано, реально не любят. Так что тыквенные семечки в горсть вам в помощь. Вот это источник растительного белка. Есть еще покруче растительный белок. Вы можете посыпать свой салат жмыхом, конопляным семенем. Конопля, ну, в хорошем жмых, коноплия. Это не то, что кто-то курит. Нет, это совсем другое. Это прекрасный продукт и источник белка. Я обычно его посыпаю. Что еще можно сделать? Сейчас я вам скажу. Любите ли вы зеленую гречку так, как люблю ее я? Дорогие мои, вот этот продукт, он настоящий. Гречку едят зеленую. То, что вы едите коричневую, это фактически полуфабрикат. И худеют, и очищают свой желудок на зеленой гречке. И та слизь, которая вырабатывает зеленая гречка, она является для нас полезной. И те, кто говорит, что зеленую гречку нигде есть, там какое-то брожение, гниение, все это бред. Особенно, если у вас здоровый микробиом, или вы восстанавливаете микробиом, то это все будет являться для вас в абсолютной поиске. Итак, зеленая гречка продаете в любом магазине. Что вы с ней делаете? Чтобы сделать этот салат более сытным. Это тоже источник растительного белка. Кстати, в растительном белке аминокислоты чуть другие, и там есть те, которые отсутствуют в животном белке. Усвоение понятно, что белка там меньше, чем в куске, в мышцах каких-то животных. Но при этом усвоение очень комфортное, так же устраивается. Нам белки нужны для чего? Строительный материал. Это же любой белок должен распадаться на аминокислоты. Именно это является стройматериалом. Все остальное, то, что расщепляется долго, является источником брожения, источником гниения. И, как говорил мой любимый академик Иван Петрович Павлов в медлиниверситете, который я закончила. Кстати, будете в Рязани сходить и в его музей. Там вам покажут, как собачки переваривают пищу, как вырабатывается желудочный сок. В общем-то, если есть мясо каждый день, то оно каждый день не будет усваиваться. Потому что он проводил эксперимент. Когда собачки дали собачке мясо сегодня, определенный выработался желудочный сок, который состоял из ферментов, переваривающих животный белок. А на следующий день собачке дали кашу, которая состоит, в принципе, из долгих углеводов, да, длинные цепь переваривания. И при этом у собаки продолжало частично вырабатываться ферменты на мясо. А мяса в этот день не было. Это говорит о том, что мясо еще присутствует и очень долго переваривается. Поэтому вам энергии хватает и сытости хватает. А все, что вы говорите от того, что вы будете голодным, на самом деле, это другой вопрос. И относится просто к вашим страхам остаться голодными. Что у вас забрали кусок мяса. Ну ладно, это отдельная тема. В общем-то, в любом случае, понятно. Вы берете зеленую гречку, замачиваете ее на ночь. Утром быстренько ее провариваете. И когда она будет холодная, либо горячая, вы можете добавлять в этот салат и сделать так называемый болл. Слышали? Это блюдо, оно пришло к нам из Америки. Болл переводится как чаша. Когда в чашу выкладывается все, все по чуть-чуть перемешивается. Включается очень вкусный салат. Кстати, я еще не все принесла для заправки. Заправлять салат мы будем с вами эфирными маслами и соевым соусом. Окей? Кстати, есть у меня один еще след в шкафу. Это киви. Я решила именно в этот раз, когда я сейчас буду готовить вместе с вами, заодно вы посмотрите, что я готовлю достаточно быстро, добавить слегка киви, потому что, смотрите, огурец сладковатый, сельдерей сладковатый, яблоко кисло-сладкое, горечь, руккола горькая. Вы представляете, какой экстаз для рецептора вашего языка? Представляете, сколько разных вкусов, которые удовлетворят, если вы занимаетесь аюрведой, все виды дождь, все элементы, если вы занимаетесь фэн-шуей и так далее. Представляете, что все органы берут для себя кто-то сладкое, кто-то кислое, кто-то горькое, кто-то соленое. Так вот, киви, во-первых, это тоже зеленого цвета и нам дает определенную кислоту. И я хочу попробовать, какое это будет сочетание. Поэтому давайте это будет у меня такой секретный ингредиент. Еще ни разу его не добавляла, но сегодня мне это сделать захотелось. Быстренько промываю. Если у вас есть вопросы, то поднимайте руку, я отожму, и вы сможете мне их задать. Чудесно. Фарточек. А не одеть ли мне фарточек? Кстати, где мой фарточек? Как ты делаешь фарточек? У меня есть очень красивый зеленый фарточек. В следующий раз я подготовлюсь и возьму зеленый фарточек. Так, начинаем. Все видно? Все хорошо? Так, милый, если у вас есть какие-то вопросы, мне кажется, там должна быть какая-то такая функция. Типа нажмите на... Поднимите руки, и вы сможете что-то у меня спросить. Ну, мало ли. Может быть, что-то мне сказать. Например, Олечка, как ты прекрасно выглядишь, какая ты свежая, как идет тебе цвет волос. И все-таки ты прирожденная блондинка, и хватит, достаточно заниматься ерундой, чтобы быть брюнеткой. И как хорошо тебе удалили зубы. И как меняется твое лицо. Так, в общем, что я делаю с руколой? Я руколу жму. Таким образом я слегка ее размягчаю. Я люблю так делать с руколой, либо с листьями салата кейл. Знаете, такая капуста кейл. Я ее жму вместе с лимоном. Короче, руколу я люблю. И смотрите, что самое интересное. Видите, какая у меня огромная тарелка. Практически я могу этот салат съесть одна. Про что я говорю. В зеленый день ешьте хоть тазами. Вы будете хорошо какать, и будете чувствовать легкость. А руколу тут всего ничего. А жевать вы уже устанете. У вас очень хорошо будут работать и слюны, и железы. Очень хорошо будут работать мышцы лица. Короче, съедите вы по количеству продуктов немного. Насыщение будет хорошее. Глаза радуются, а днем большой. Так, поехали. Нет, ну нам надо как-то сделать, чтобы вы мне задавали вопрос. А то я сейчас буду резать, и это будет не очень интересно. Даже я бы сказала, скучно. У меня ж тут не было подготовлено. Скелет в шкафу. Да, кстати, вот что я хотела вам сказать. Время 17.24. На самом деле я так поздно не ем. Лично я ем два раза в день. И стараюсь второй раз поесть. Второй раз поесть где-то в 16, ну максимум в 17 часов. Поэтому ради нашего эфира. Я сейчас приготовлю. И, кстати, если кто идет с работы, зайдите, купите эти продукты. Продолжаю резать. Если у вас... Вот знаете, когда этот салат еще вкуснее? Завтра. Это идеальный вариант прошлогоднего салата. Ну я так называю. Прошлогодний салат это то, что приготовили сегодня, а съели завтра. Ой, как его вкусно брать куда-нибудь на работу. Потому что мы добавим туда киви. Киви даже сок. Вы же знаете, что мясо маринуют в мякоти киви? Потому что там кислоты. Так. Что я сделала? Сельдерей я порезала. Сельдерей порезала. Режу огурчик. Вам надо показывать? Зайка. Вы просто должны его видеть. Вы просто должны его видеть. Сейчас вам покажу. Он у меня будет жить месяц. Зайка. Ты моя радость. Ты моя радость. Да ты же... Ты хочешь, чтобы тебя все целовали? Да ты мой родник. Да ты мой собаковнук чудесный. Мой батончик. Мой батончик. Кастрировать его будем. Но яйки у него зачетные. Прям правда. Мне кажется, самые красивые яйки на свете это у нашего Роники. Ну, надо будет кастрировать. Вот такой он любвеобильный. И огурчик он мне будет есть. Короче, есть такое предположение, что наша собака вегетарианец. Как же он любит вот эти все овощи. Еще он со мной ложится в 22 часа спать. В 22.30. Сам меня зовет. Со мной у него режим. Короче, вот так вот я режу. Да, вам не скучно? Интересненько. Сейчас покажу, какую я буду заправочку делать. Так. Что вам еще рассказать? Готовлю я очень быстро. Даже сложные блюда я готовлю все за полчаса. Феномен объяснить не могу. Но, видимо, все мои блюда простые, яркие. Так. Готово. Яблоко. Если честно, я яблоки всегда. Яблоки беру и продукты я покупаю. Есть такие сайты биопродуктов. Я покупаю их там. И вот все, что я готовлю, все это пахнет. Пахнет летом. В общем-то, яблоки я порежу вот таким образом. Наверное, многие из вас увидели, как я первый раз готовлю. А вы знаете, что я однажды готовила на 16 человек, даже не один раз, несколько раз я готовила, проводила зеленый день. И у меня в течение всего дня еле только продукты зеленого цвета. Вот, как-то так. И те, кто думают, что невозможно прокормить, вы ошибаетесь. Все возможно. Зеленый день прекрасен. От него ни один человек не умирал. Наоборот, только оздоравливался. И у него нет противопоказаний. И если у вас болит слава от него, вопрос к желчок. И к тому, что вы едите. Оля, у меня вопрос. Оля! У меня вопрос. Я сам выступала. Ё-моё, кто тут? Это тут я, да. Даже био-яблоки надо чистить. Ну вот в кожуре же там. Да ну фиг его знает. Ну, не знаю. По идее, наверное, можно не чистить. Ну, у меня может быть пунктик какой-то. Белые яблоки можно не чистить. Особенно, если у вас яблоки лежат там в подвале, либо в каком-то помещении. То зимой яблоко выделяет, естественно, выделяет сок, который превращается в такую, как воск. И удерживает этот воск. Ещё вступает этот сок, вступает с бактериями с определёнными. И вот они образуют такую плёночку. Она получается на самом деле хорошая. Ну, не знаю, решила я почистить. Хочешь, не чистить? Ну, что тебе не могу сказать? Наверное, не надо их чистить. Так. Все знают, как чистить... Не чистить, а как делать авокадо. Авокадо ещё жёсткий. Или жёсткое. Ну, да, авокадо не алё. В общем-то, я использую половинку авокадо. В день съедаю я половинку авокадо. Не перенагружаю себя жирами. Авокадо у меня зелёный, что не очень хорошо. Если вы оставляете косточку, то у вас не почернеет. Можно убирать в холодильник. Значит, я использую всегда другую часть. Вот он у меня настолько отвратительный. Вот это называется «факир был пьян, и фокус не удался». Когда он бывает мягеньким, это другое дело. Кстати, кто знает, как это можно в микро... А, вот, он мягким становится, и тогда вы кладёте его... Уголок мне обрезать. В помидоры. Он любит цитрусовые. Рядышком лежать. И тогда он становится спелым быстрее. И я ещё где-то слышала, что... Как-то в микроволновке тоже доводит. Не знаю, когда он спелый, вы его таким образом разрезаете, и потом берёте... Ну, сейчас это сделать просто невозможно. И вот так вот ложечкой его делаете, и красота. Как я сейчас буду выкручиваться из этой ситуации, не знаю. Видимо, как яблоко я так же и порежу. Как картошку. Ой. Что-то вроде его покупаю обычно. Мягкий. А этот не мягкий. Ну ладно, похрущу своими брекетами. Это, конечно, жесть. Как яблоко. Так, что у меня ещё осталось? Что у меня ещё осталось? У меня ещё осталось. Видите, как быстро. Осталось всего ничего. Осталось у нас кинза. Прямо пучок кинзы все должны съедать. Не любите кинзу, пахнет вам клопами. Я люблю прям со стебельками. Можно использовать эфирное масло в заправку. Тоже в детстве не любила кинзу. Сейчас кинза очень нравится. Особенно кинза с помидорами. Всё, видите, у меня всё зелёненькое. Ну что, экспериментируем с... Видите, как я чищу киви? Так же ложечкой. Так же можно его... Добавлю. Интересно, что будет по вкусу. Давайте пока половинку киви добавлю. Это будет прям, ну, очень вкусно. Ну, прям очень. Сейчас помельче-помельче его порежу. Но если будет прям очень-очень и очень вкусно, то окей. Порежу вторую половинку. Засекли время. Я резала 10 минут. Теперь посыпаем чем? Давайте всем подряд. Я со своими брекетами. Вы можете это сразу посыпать, можете потом. Белок. Да, белок. Столовая вполне достаточно. Вот получился такой салат. И теперь заправка. Давайте. Это самое интересное. Для заправки нам надо будет... Для заправки нам нужно будет оливковое масло, либо любое сородавленное, которое вы едите. Нам нужно будет либо лимон и сок лимона. Но я буду делать круче. Сейчас объясню почему. Еще нам нужно будет соевый соус. Соевый соус. Сейчас я вам покажу еще варианты. Я в последнее время подсела на гранат. Как-нибудь вам расскажу. У меня есть напиток для повышения гемоглобина с гранатами. Закончила его пить. У меня есть гранатовый соус из Турции, который я купила. У меня еще есть капсулы из гранатовых косточек, которые имеют вау-эффект. Особенно, если вы будете сочетать с коллагеном. Так. Где у меня соевый соус? Так, соевый соус взяла. Это взяла. Давайте я в такой баночке сделаю. Ну что, поехали творить соус. Что мы берем? Мы берем, ну, как минимум, у меня большая пашка, ну, как минимум две столовые ложки масла, оливкового либо сородавленного. Кстати, потом под данным видео можете мне накидать тем, на которые вы хотели бы поболтать. И как-нибудь я обязательно поболтаю в таком домашнем формате. Дальше, берем соевый соус. Хайнс, плохой соус. Он тоже есть в биомагазинах, хороший. Возьму его чуть-чуть. Нет, он что, даже закрытый. Давайте, чуть-чуть. Это вместо соли. Потому что соль здесь добавлять, на самом деле, даже не надо будет. Сельдерей и, помните, я говорила, минеральная соль, сельдерей и огурец будет вызывать на языке рецептора, как будто все соленое. То есть можно использовать соевый соус, можно использовать гранатовый соус. Тоже будет очень здорово. Так, теперь что я буду делать? Я сейчас буду добавлять эфирное масло вот в эту вот заправку. Я возьму эфирное масло лимона вместо сока лимона. Таким образом, у меня заправка станет с терапевтическим эффектом, потому что у меня масла Дотера, они с доказанным терапевтическим качеством. И мой салат тоже будет терапевтическим. Итак, ну давайте я хотя бы по капельке сделаю. Что-нибудь пустое? А, это пустое, сейчас я возьму. У меня вот тут вот, видите, огромное количество масел стоит. И сейчас я их возьму. А, где-то я. Так, лимон. У меня этого лимона, он у меня просто улетает. Ну, по-другому, внизу. Так, ладно, надо подвинуть. Что я еще хочу? Что я еще хочу? А, кстати, у меня дырки во рту, и я сделаю себе вот такой спрей, чтобы прорабатывать верхнюю челюсть. Так, значит, вот у меня лимон. Я добавляю лимон. Можно добавить лайм. С лаймом будет ярче аромат. Я еще беру эфирное масло розмарина. И очень люблю использовать эфирное масло имбиря. Таким образом у меня будет очень пряная заправка. С одной стороны, она будет пряная. Кстати, можете еще добавить туда розовое, эфирное масло розового перца. Мало того, что будет очень приятный вкус. Это первое. Второе. Вы будете оздоравливать свой организм, потому что это идеальное сочетание. Именно черный перец, розмарин, имбирь убивает вирусы, бактерии. И когда я училась на курсе у паразитолога профессора Кауфмана, то он нам давал капли и схемы ослабевания паразитов через эфирное масло. И туда входил базилик, розмарин, имбирь и, например, тот же самый лимон. Если вам нравится аромат орегано, прям буквально одну капельку, либо через зубочистку. Орегано, вот если у вас вот такой набор, то из этого набора вы можете взять орегано в заправку для салата и лимон. Орегано убирает паразитов и вирусы, там типа герпес, вирус пателома человека. Вот его орегано надо прям на зубочистке. Лимон, ну прям одну каплю. Я знаю, что я фига смола три, но я привык к маслам, и получается очень вкусно. Семье можно ничего не говорить. Они просто будут есть и говорить, о боже, какая ты чудесная хозяйка. Все, вот у меня вот такая заправочка ароматная. Вумерно, мальчик. Ммм, да-да, какая-то вкусная. Боже, если бы вы знали, как это вкусно. О, как это вкусно. Это реально очень вкусно. Все поливаю. Все перемешалось. Масло проводник глифирных масел. Ой. Нет, все-таки три капли здесь было в самое то. Бамбео. Просто бамбео. Если понимаете, что маслица маловато. Добавили еще. А масло у меня из-за пули. А, холодный отжим. Первый отжим. Боже мой. Какая вкуснота. Ну что, вот такой зеленый салат у нас готов. Вы теперь представляете, какая это польза. Это же кладезь всего того, что сохраняет наше здоровье и молодость в каждой клеточке. Поработает еще со всеми оргазмами и системами. Так. Ну что? Секс. Здорово! Класс. Так, давайте я проверю на уровень соли. Ну что я вам скажу? Яблоко киево дает сладость. Рукола. Горечь. Огурчик и сельдерей. Свежесть. Ваш кисшечник заработает 100%. Я солить больше не хочу. Мне хочется какой-то, мне хочется какой-то остроты. Или мне не хочется какой-то остроты. Короче, знаете, это будет очень сытно. Если вы одна съедите этот таз, то вы точно, как и я, будете есть всего лишь два раза в день. Но после этого очень хорошо капать. Это факт. Потому что это будет как щетка очищать весь наш кишечник. Нет. Приятное послевкусие. Прямо такое богатое разнообразие. Не забывайте, пожалуйста, жевать хорошо с двух сторон. Чтобы не было напряжения только на одну сторону, на дне вашей мышцы. Ну, наверное, это то, что я хотела вам показать и рассказать. В 17.21 я начала готовить. Сейчас в 17.42. 20 минут. Говорю же, что я в течение 30 минут готовлю очень быстро. Очень вкусно и очень красиво. На самом деле, если я меньше болтала, то за это время я бы смогла сделать какие-нибудь котлеты. Или сварить, например, ту же самую зеленую гречку. Вот. Так что это все очень-очень реально. Я вам желаю подготовиться все-таки завтра и провести вместе со мной зеленый день. Кому нужна книга рецептов, я пришлю. Скачивайте. В зеленый день мы не едим одни огурцы или один сельдерей. У вас будет обязательно первое, второе, третий компот. Должно быть обязательно горячее и холодное. Должно быть обязательно термически обработанное и сырое. Не нужно сидеть на одних салатах. Должна быть пища очень разнообразная во всем. Фрукты. Даже есть десерты из авокадо. В общем-то, это целый мир из продуктов зеленого цвета. Даже не знаю. У меня, наверное, все зеленое. Тут кругом. Зеленое. При зеленом. Только, наверное, айва. У меня даже есть сок крапивы. У меня есть сок ростков пшеницы. Все есть зелененькое. Все, я с вами прощаюсь, чтобы надолго вас не задерживать. Если вдруг у вас есть вопросы и, может быть, вы хотите задать, а я не знаю, как это сделать, чтобы вы смогли... Ой, 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 это я на что-то нажала случайно, случайно. Сейчас я вернусь. А, где я? Татьяна, давайте я секунду посмотрю, как сделать так, чтобы отжать. Можете поднимать руку. Татьяна подняла руку и... Танюш, задавайте вопрос. Я разобралась. Татьяна Рунович, вопрос. Нет? Ну ладно. Катерина, задавайте вопрос. Катерина тоже подняла ручку, и я готова ответить на ваш вопрос. Тоже нет? Или это я не слышу? Или вы передумали? Так, или это я что-то не то нажимаю? Так, разрешаю говорить. Ну, наверное, это я тот еще технический гений. Ну, в общем-то, все. Если у вас есть какие-то вопросы, тогда пишите по данным эфирам. Я его сохраняю и выкладываю. Всем приятного аппетита. Желаю вам провести зеленый день раз в неделю по средам в абсолютной легкости. Желаю вам не копить на себе в виде жировых отложений, обиды, страхи, разочарования и повышенную ответственность. Также не носить в своем животе страхи, раздражения и контроль. Просто живите в абсолютной легкости, радости и изобилии во всем. С вами была я, Ольга Малахова. Все, до новых встреч. Пока я начинаю пробовать то, что я приготовила.